всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюры диорамы сегодня мы поговорим с вами о сборке пластиковых фигур так как была просьба снять подобное видео фигуры я решил взять не по второй мировой войне а по 1 набор берем от мастер бокс так как данная фирма предоставляет мне на обзор продукцию год не могу вам сказать так как обычно здесь идет подписка автора с годом но здесь этого нет скульптор и иллюстратор все те же мастер бокс артикул 35 146 все стандартно бокс арт сзади схема сборки с цветами для базового покраса и в принципе внутри все то же самое как и у многих фигур от мастер бокс все в принципе неплохо сейчас мы посмотрим конечно на это и так внутри был два литника один с четырьмя фигурами одна фигура шла отдельно с чем от связаны я не могу сказать видимо не удалось сделать один литник на 5 фигур или же все же одна была добавлена отдельно и так фигуры все стандартные как всегда во многих фигурах присутствует небольшой облой но это все мелочи это все очень легко ощущается сейчас мы будем это все рассматривать фигуры отлиты неплохо полы одежды все сделано отдельно складочки все проработано замыльности я не вижу но на первой фигуре пришлось немного использовать magic скульп посмотрим на вторую фигуру что у нас будет сейчас выберем что мы будем собирать что-нибудь такое не особо замороченная давайте фигуру вот этого бойца мы соберем сейчас и посмотрим итак для сборки пластиковая фигура нам понадобится цанговый нож я использую канцелярский не почему-то удобнее работать не знаю почему с чем это связано нам понадобится клей я использую тамию с лимоном она как объяснить медленного действия то есть покажу как это работает вообще с чем связано именно выбор подобного клея в принципе для базовой сборки фигур от этого должно быть достаточно но если вдруг понадобится шпаклевание то здесь мне помогает magic скульпт но вы можете использовать обычную шпаклевку для пластика который продается в любом модельном магазине итак первым делом первым шагом это мы отделяем все части фигуры от литника как делаю я но можно отделять их отдельно зачищать и собирать по мере срезания обычно используются лотки подобного рода подобного рода лотки и сюда когда есть большая диорама или еще что-то укладывается допустим вы срезали одну фигуру сюда первую фигуру вторую третью четвертую то есть вы вы четыре фигура сразу они у вас срезаны вы с ними работаете а литник убираете в сторону вместе с коробкой он вам как бы не мешает это лотки по моему от котлет или еще от чего-то я не могу точно сказать итак срезаем нашу фигуру с литника обязательно оставляйте вот эти вот подвода от питатель так как не надо срезать под корень вы можете сделать здесь отверстие а потом придется его шпаклевкой обрабатывать и переделывать а так мы можем спокойно все это подправить впоследствии то есть аккуратно срезать об этом говорим позже полностью срезается все детали с литника то есть начальном этапе нашей работы наша фигура будет выглядеть вот так и в принципе можно пользоваться схемой сборки указаны на задней стороне коробки но зачастую это используется исключительно для того чтобы не ошибиться с разгрузкой так как руки-ноги в большом счету ошибиться сложно но многие когда начинают собирать фигуру они смотрят на схему сборки во многих фигурах от звезды положение разгрузки указано неверно и приходится это все переделывать и прочее здесь вроде как все нормально но надо будет дополнительно делать делать ремни к подсумкам сухарным сумкам так как собрав одну фигуру я в этом убедился и так второй шаг вторым шагом нам надо зачистить полностью все наши детали от облоя срезать питатели это довольно таки простой этап но он очень кропотливый в плане того что нельзя ничего пропустить так как впоследствии вы можете вы можете не заметить этого но впоследствии после сборки и грунтовки вы можете увидеть что где-то пропустили облой у меня периодически такое случается я могу пропускать облой вот здесь в этих местах то есть на внутренней стороне рукава я зачастую его забываю поэтому делайте все последовательно не повторить моих ошибок то есть вы взяли срезали питатель зачистили все это можно делать это тем же ножом можно сделать это надфилем аккуратно но я пользуюсь ножом единственное не пытайтесь углубляться потому что вы можете весь рельеф испортить и придется подделывать там и джеком или еще чем-то какие какой-нибудь смесью для лепки и вот когда все наши части зачищены мы берем уже непосредственно схему сборки берем клей и начинаем собирать чума использует клей мне есть и экстра клей то есть сверх текучий оттами но чем хорош отклей после того как мы намазываем я обычно начинаю с ног намазываем две наши ноги две наших детали которые должны между собой склеиваться мы оставляем на некоторое время там 10-20 секунд чтобы верхний слой пластика немного поплыл и после этого чтобы меньше использовать шпаклевки мы начинаем их придавливать но не просто прикладывать а выдавливать вот этот расплывшийся слой наружу чтобы впоследствии очистить и получить нормальный шов выглядеть примерно это будет подобным образом после высыханием просто вот этот шов зачистим то что вылезло и все и получим у нас ровный шовчик теперь ждем высыхание пока у нас высыхает наш наши ноги мы можем спокойно взять туловище и и прикинуть положение рук принцип тот же самый смазываем вклеем ждем некоторое время и приклеиваем чтобы пластик вылез из шва как видите рукав стал на свое место без каких-либо проблем и так после сбора самой фигуры мы видим что есть небольшие проблемы здесь и здесь на это все можно подправить с легкостью и и наступает самый неприятный на мой на мой взгляд самый неприятный момент это когда нужно вешать разгрузку так как подправить здесь же ничего нельзя в плане того что остается подтачивать и прочим не так как выглядит наш разгрузка то есть вот это вот у нас будет одна сторона это другая сторона начинаем уже фигуру оживлять я собираю все сразу я не делаю каких промежуточных этапов там расписать потом приклеить так как зачастую клей имеет свойство выпирать и разъедать краску здесь можно использовать пинцет можно руками если вам руки позволяют но я зачастую все делаю с помощью пинцета то есть повесим наши подсумочки с одной стороны с другой стороны возможно наши небольшие швы закроются разгрузкой но нельзя на это всегда рассчитывать как бы пытаться все делать в человечески в итоге после всех манипуляций после сборки после установки разгрузки наш боец начинает выглядеть подобным образом каску я устанавливать не стал так как она будет мешать росписи лица на указка отлично подходит также винтовочка который должна лежать на плече а фигура сами видите какого качества довольно таки приятно и ничего не замылено лица пролиты отлично что нам понадобилось для сборки подобной фигурки нам понадобился клей а я использую томия с лимончиком к маленькие дети вещь незаменимая так как он абсолютно не пахнет клеем вот этим вот едким как звездовским и прочь нам понадобилось нож можно использовать санговый я использую канцелярский но узкий и наши руки в принципе больше абсолютно ничего нам для этого не нужно и в итоге мы получаем подобного рода фигура а единственное если вдруг понадобится шпаклевать можете использовать еще шпаклевку клей окончательно высохнет где-то через час можно будет все это еще раз проверить где-то зачистить потом загрунтовать и уже пускать в работу и по первой мировой не так много фигур именно британской пехоты времен битвы на соми всем кому видео оказалось полезным подписывайтесь на новое видео ставьте палец вверх всем пока и и и и и и и и Продолжение следует...